Последствия процедуры банкротства в этом году. Как кризис влияет на количество банкротов? Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, юрист-эксперт в области списания долгов через банкротство, решая проблемы с долгами 2015 года, вела и веду сотни дел по всей России. Банкротство – страшное слово. Многим страшно признаться, что они банкрота. Особенно страшны мифические последствия процедуры. А вдруг заберут детей? А вдруг лишат последней крыши над головой? Речь об единственном жилье. А какие последствия у процедуры? Как вообще решиться и жить после банкротства? Сегодня как раз и обсудим, что конкретно ждет должника после банкротства в этом году. И как на сегодняшний день кризис влияет на количество банкротов. А также, что можно делать гражданину после его банкротства и списания долгов. Если информация вам будет полезна, ставьте лайк, поддержите меня. Это можно сделать и после просмотра. Начну с того, что чем жестче кризис, тем больше становится должников. Как следствие и банкротов, и объема по закону списанных долгов. Для этого, собственно, и нужно законодательное урегулирование вопросов несостоятельности граждан. Простыми словами, гражданам нужно дать правила поведения в случае, если они по закону не смогут по своим обязательствам платить. И законодатель эти правила дал в 2015 году. И эти нормы, правила поведения, прописаны в законе 127, глава 10 закона о банкротстве. Важно знать, иных законов, которые регулируют вопрос списания долгов, нет. Итог. Бояться банкротства не нужно. Банкротство на самом деле это реабилитационная процедура и положительно влияет на развитие экономики и экономических отношений в стране. Об этом нам в том числе говорит Верховный суд, который в свою очередь толкует для нас с вами этот закон. К примеру, гражданину, списавшему себя долги, больше не нужно скрывать свои доходы от кредиторов, работать неофициально и так далее. И все так сладко-гладко, но какие же последствия у процедуры банкротства? Итак, полный перечень, он исчерпывающий и не нужно придумывать какие-то свои последствия, предусмотрен статьей 213.30 закона о банкротстве. Чтобы было наглядно и понятно, возьмем, к примеру, Дмитрия, моего клиента, с которого на днях я и моя команда списали долги на сумму более 700 тысяч рублей. Он из Челябинска, проводили мы процедуру удаленно, его отзыв, кстати, есть в открытых ресурсах, а история в телеграм-канале. И каково же было его удивление, когда я его еще консультировала до его банкротства по реальным последствиям процедуры. Я разъясняла ему, что можно делать, а что нельзя после завершения процедуры банкротства. Уважаемые граждане, если вам нужна помощь в списании с вас на посильных долгов, я со своей командой успешно работаю по всей России. Записывайтесь на бесплатный разбор дела, контакты в описании. Первое, на что я обратила внимание Дмитрия в тот момент, это то, что в течение трех лет он не сможет занимать должность директора в юридическом лице. К примеру, быть директором ООО. Дмитрий и не собирался на самом деле, его это последствия ничуть не смутило. И тут важно знать, быть управляющим салоном, магазина, даже банка, быть можно. А если все-таки нужно будет свое дело открыть, спросите вы. По закону это можно сделать, быть самозанятым, индивидуальным предпринимателем, при условии, что в процедуру банкротства вы заходили без статуса ИП. Дальше я удивила Дмитрия тем фактом, что после завершения процедуры и списания из него всех непосильных долгов, он не сможет повторно списать себе долги в течение пяти лет, при условии, что он умудрится их набрать после своего банкротства. Дмитрий сказал, что брать новые кредиты и не собирался. А если все-таки кредиты будут нужны? К примеру, через год после завершения процедуры банкротства. Так вот, после завершения процедуры закон не запрещает брать кредиты или займы. Вот только еще пять лет придется каждому новому кредитору говорить, что вы прошли процедуру банкротства. В общем, при оформлении анкеты на новый кредит нужно указывать о том факте, что вы проходили процедуру банкротства. И это также одно из последствий прохождения процедуры банкротства. Плюсом к сказанному есть ряд последствий, которые также предусмотрены законом, а не прописаны эти последствия в статье 213.30 закона о банкротстве. Так вот, в течение пяти и десяти лет нельзя будет занимать должность в органах управления, кредитных организаций, государственных пенсионных фондах, микрофинансовых организациях и так далее. И вывод по последствиям процедуры банкротства очевиден. Серьезных и существенных последствий процедуры банкротства для гражданина законом не предусмотрено. А также единственное жилье не заберут, при условии, что она не в ипотеке, детей тоже. Работу лишить по закону не имеют права. Пальцем тыкать о том, что вы банкрот, не будут. А что же можно тогда после завершения процедуры банкротства? Что не запрещено статьей 213.30 закона о банкротстве, то разрешено. После завершения банкротства можно покупать и продавать имущество. Законом это не запрещено. Хоть на следующий день после завершения процедуры вы можете продать свое единственное жилье. Также можно выезжать за границу. Можно выезжать за границу на самом деле и во время процедуры банкротства. Однако после завершения процедуры вообще нет никаких ограничений и последствий. Также можно иметь любой размер официального дохода, не боясь арестов, удержаний, автоматических списаний ежемесячных платежей. Также после завершения процедуры банкротства можно брать кредиты, займы иные какие-то обязательства. Также можно быть самозанятым, индивидуальным предпринимателем. Об этом я уже говорила. Так хочу в заключение сказать по теме выпуска. Для большинства граждан то, что нужно им для комфортной жизни, все разрешено. А у процедуры банкротства на самом деле значительно больше плюсов. И после банкротства есть полноценная жизнь. Главный плюс процедуры – с вас пишут все неподъемные долги. Если у вас остались какие-то нерешенные вопросы или если вам нужна помощь с процедурой банкротства, обязательно оставляйте заявку на личную консультацию, контакты в описании. А чтобы постоянно быть в курсе всех новостей о банкротстве, переходите в мой телеграм-канал. Ссылку я оставляю в описании. Благодарю за просмотр. Лайк, если было полезно. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok